Здравствуйте, дорогие трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инста ТВ. После разочаровывающих данных по индексу деловой активности в Германии, евро начал движение вниз. Однако поддержку единой валюте оказали макроэкономические показатели по еврозоне, опубликованные агентством Маркет. Пара евро-доллар укрепилась на 0,41%, до отметки в 1,1139 и остается в диапазоне 1,1130 – 1,1150. Трейдеры положительно отреагировали на неоднозначные экономические показатели еврозоны, позволив евро остаться выше отметки в 1,11. Однако слабый индекс деловой активности и сужение профицита платежного баланса ограничили рост курса. Отметим, что деловая активность промышленности еврозоны в прошлом месяце прибавила несколько пунктов, вопреки ожиданиям аналитиков. Согласно опубликованному отчету, индекс PMI в производственном секторе коснулся 52,3 пункта против 52 пунктов в апреле. При этом предварительный индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, наоборот, снизился, оказавшись ниже прогноза. По данным маркет показатель опустился до 53,3 с 54,1 в апреле. Если говорить о сальдо текущего счета, отражающего международное финансовое положение, то по данным Европейского центрального банка, в марте оно увеличилось на 18,6 млрд евро с 27,3 млрд зафиксированных в феврале. Эксперты полагают, что уровни сопротивления по паре евро-доллар лежат на отметке в 1,1159-1,12. Уровни поддержки расположены на 1,1081 и 1,1063. Однако не стоит забывать, что в течение дня ожидается публикация макроэкономических данных по экономике США, которые могут существенно повлиять на движение курсов основных валют. Вы смотрели новости на канале Инстатв. Всего вам доброго, до свидания!